В детстве я хотел стать инженером, потому что я смотрел на отца, и мне казалось, что он знает абсолютно все. Я выбрал техническое направление, чтобы стать инженером. Родители, в общем, меня поддерживали, но я подал документы на всякий случай в Москву. И когда отец увидел, что я прошел по баллам, он сказал, все, ты едешь в Москву. И, собственно, так повлиял на мой выбор профессии. Цифровая метрология — это такой участок технического контроля готовых изделий, который состоит из измерительных приборов, объединенных в единую сеть. Анализ информации, получаемый с этих приборов, позволяет не только сделать выводы о годности или браке детали, а также предугадать заранее бракованное изделие и дать рекомендации под наладки оборудования или инструмента. Цифровая метрология применяется во всех сферах промышленности, начиная от пищевой промышленности, где взвешиваются продукты, которые потом кладутся в упаковку, до точного приборостроения, машиностроения, наиболее востребовано, где используются прецизионные детали, узлы, и где требуется особая точность, где недопустим брак. Это такие сферы, как аэрокосмическая отрасль, как военная отрасль, где цена ошибки при допуске бракованного изделия может быть очень высока. Я работаю с коллегой, которого зовут Тимур. Идея развивать компетенцию и совершенствоваться в ней нам пришла как-то практически одновременно, и мы начали этим заниматься. С Тимофеем мы работаем уже больше шести лет. Мы с ним начали работать еще, когда поступили в университет, но тогда работа была даже не работа, а скорее учеба. Ну и на протяжении учебы друг друга помогали, поддерживали, делали вместе различные проекты, и с возрастом проекты становились все более серьезными. У цифровой метрологии на самом деле очень большое будущее. Мы ведь стоим на пороге новой промышленной революции, то есть все переходит в цифру, и, соответственно, поэтому наша компетенция тоже так и называется цифровая метрология. Человеку, который захотел бы связать свою жизнь с цифровой метрологией, я бы посоветовал в первую очередь иметь интерес к технической сфере, иметь интерес к прогрессу и к цифровизации, потому что в нашей компетенции, как и в любой другой современной, без этого никуда. Метрология имеет сейчас очень большое будущее. Ведь раньше, когда детали изготавливались медленно и, может быть, не особо качественно, достаточно было использовать обычные измерительные инструменты – штангенциркуль, микрометр. Сейчас с увеличением скорости изготовления деталей, с увеличением сложности процессов изготовления, требуется и также увеличение сложности измерений. И как раз-таки цифровая метрология в этом плане очень сильно помогает развиваться. Я бы посоветовал каждому найти то, чем он хочет заниматься, и найти тех, с кем он это сможет сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!